Нужно ли на кладбище ложить записки с просьбами? А я хочу задать такой вопрос. Скажите, эти просьбы, их должны увидеть мертвые люди или люди, которые стали духами, и после этого эти духи должны что-то для вас делать? Скажите, это же ваша родня, и после этого вы у этих духов, которые должны упокоиться, что-то требуете или просите, не стыдно ли? Это же очень нехорошо использовать духов в своих надобностях. Если человека забрало смерть, и человек находится во владении смерти, то тогда человек, обращающийся к духам, фактически обращается к духам. Скажите, что делает смерть? Она дает человеку боль, болезнь и смерть. Таким образом, если вы, допустим, что-то попросите с бизнесом, этот бизнес умрет, потому что вы обращаетесь к смерти. Если обращаетесь там со здоровьем, здоровье умрет. Если там помоги дочери, умрет дочка. Не делайте этого, вы обращаетесь к смерти. То же самое человек делает, когда он использует такую вот символистику, типа, вот как обучают там. Нужно обратиться к силе рода, пусть сила рода поможет. Это неправильно, потому что сила рода это умершие люди. А умершие люди помочь вам не могут. Я могу сказать, что у всех людей, которые когда-либо обращались к силе рода, к тем людям, которые умерли, у них всегда будет материальное обнищание. И они очень сильно от этого пострадают. Вот так. Можно ли коды, которые я даю в СНГЯ на протяжении дня читать? Можно, да.